Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Алексей Пирогов отметил день рождения, ему исполнилось 29 лет. На поляне состоялась вечеринка в честь этого события. Женя Перец пишет, сегодня у моего пирожочка день рождения, мой дорогой, я тебя поздравляю. На свете много разных пирогов, с любой начинкой хочу, чтобы твой пирог был остренький, с перчинкой. Женя, которая совсем не умеет готовить, испекла парню кабачковый пирог. Алексей пишет, вроде бы научилась готовить, надеюсь, это будет регулярно. На съемках субботнего ток-шоу обсуждалась возможность возвращения осенью на телепроект Ильи Крадкова, бывшего участника и супруга Саши Гозиас. Первым делом он хочет скинуть вес, привести себя наконец-то в порядок и, возможно, найти себе женщину. Последний роман Крадкова был с Машей Бухун. Они нашли друг друга на проекте и за периметром их отношения были довольно-таки длительными. Но затем у ребят что-то не заладилось и сейчас Илья свободный мужчина. Дима Дмитренко мечтает о совместном ребенке с Ольгой Рапунцель. Он написал «Хочу счастья, маленького такого счастья, с крохотными ручками и ножками и с твоими глазами». Ваня Барзиков познакомился с новой девушкой. Возможно, что он приведет ее на проект. Андрей Черкасов весь в трудах, он планирует дальнейшие выездные мероприятия. «У меня в планах», – пишет Андрей Чебоксары из Меиногорск. Его девушка Стелла Мунас уехала домой в Новосибирск. «Она показала своих сестер. Мои родные, спасибо за то, что вы есть», – подписала Стелла этот снимок. Подписчики отметили большое сходство между сестрами. Особенно похожи они подбородками. Марина Африкантова и Андрей Чуев проводят на Кипре неделю. Марина пишет «Всю эту неделю меня не будет в эфирах. У меня было сложное эмоциональное состояние. Слезы сами текли из глаз из-за необоснованных нападок коллектива. Я была разбита морально. Андрей меня увез на отдых, чтобы я пришла в себя». Ребята счастливы вместе, это видно по фотографиям. Андрей в каждой подписи к снимкам восхваляет Марину в стихотворной форме и признается ей в любви. Ваня Барзиков рассказал, что после ток-шоу был конкурс на самый лучший пресс. В нем победил Богдан Бобрик. Варзиков оправдывается, почему не он победитель. «В наше время очень сложно правильно питаться. Когда жил в Таиланде, в основном питался правильно и ел очень много фруктов. Тогда у меня на животе были кубики, а не шарик, как сейчас». В паре у Русланы Мишиной и у Семена Фролова все хорошо. Руслана пишет «Семену сделала романтик. А как сложилось, узнаете позже. Главное, что он доволен в итоге». Психолог Михаил Козлов опубликовал фотографию своей семьи. Он советует фанатам проекта не доверять слухам. «Жизнь после острова любви не поменялась», – пишет Козлов, – «чтобы там не говорили и не писали. Научитесь отделять факты от мнений». Бывшая участница проекта Вика Романец рассказала о новой влюбленности. Она написала в своей фан-группе «В моей жизни появился тот, который затмел все и всех. Поэтому нет времени ни на что. Мой аккаунт восстановят, сами все увидите». Николай Должанский снял новый клип совместно с Георгием Малиновским. Вчера под художественным руководством Георгия состоялись съемки видеоклипа. Эти обе красавицы-топ-модели снялись в моем клипе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.